Здравствуйте! Глава округа сказала, что у нас к 12 миллиардам приближается бюджет. Все ли это остается? Сохраняется ли? Есть какие-то проблемы уже? Ну, как и любой бюджет, он, конечно, подвержен рискам из складывающих экономических каких-то ситуаций, да, и в данный случай это не исключение. Но на сегодняшний день у нас проводятся, конечно же, анализы поступлений. Мы мониторим деятельность крупных предприятий. В зависимости от этого анализируем, прогнозируем наши поступления в доходной части. Сейчас про системнообразующие предприятия, чтобы у них экономическая ситуация была или это малый и средний бизнес тоже? Мы рассматриваем крупные предприятия, они системообразующие, но и, конечно же, уделяем внимание малому и среднему бизнесу. Тоже на них влияние экономики, оно большое, и это мы тоже учитываем. На данный момент есть какие-то, вот именно на сегодняшний день, проблемы у предприятий? Или они все работают и, соответственно, значит, налогоотчисления тоже будут? Налогоотчисления идут. Предприятия, конечно же, в трудной ситуации, но пути решения и выходов из этой ситуации они ищут. Есть проблемы, но на сегодняшний день пока они решаемые. Связь с предприятиями, наше управление по инвестициям промышленности держит в еженедельном порядке. Мониторится вся эта ситуация, с ними тоже на связи. Информацию от предприятий подается уже и в Министерство инвестиций промышленности Московской области. Стабильная ситуация по доходам, каких-то изменений мы не видим. То есть все пока на уровне аналогичного периода прошлого года. А есть какая-то уже тенденция, чтобы, ну, конечно, может быть, малое прошло времени для того, чтобы мобилизовались там где-то предприятия. Но вот именно что сейчас уже понятно, что, ну, скажем так, западная вся история для нас, она, скажем так, закрывается. То есть чтобы здесь люди, здесь даже на местном уровне как-то кооперировались, консолидировались предприятия друг с другом. То есть уже не из импорта где-то брали, а именно вот здесь сырье какое-то, может быть. Вот в этом смысле работа проводится? Конечно, проводится. И в первую очередь сами предприятия, они в этом и заинтересованы, да. И как раз для них данные ограничения и санкции являются таким шагом к еще большему развитию. Ну, вот, например, тот же Тонар, наше предприятие, да, которое выпускает и малого калибра, и среднего тонажные вот эти вот прицепы. У них оси-полуоси, они расширяются и готовы делать эти оси-полуоси не только для себя, но и еще и для 58 предприятий по нашей России. Вы как экономист, как можете сейчас оценить, вот, особенно после вот этого пандемийного шока, который, наверное, да, испытали наши предприятия и вообще весь бизнес, есть сейчас паника какая-то вот у бизнеса? Или они уже пережившие там остановку производств, сейчас им уже ничего не страшно? Какой настрой у самих вот руководителей? Руководители мобилизованы. Сейчас уже пройдя через вот эти время пандемии, да, и сокращение производства на тот момент, и сейчас они более вот именно мобилизованы. То есть они не паникуют, они совершенно адекватно реагируют на все санкции. Организации, наоборот, с учетом того, что с рынка ушли их конкуренты, которые работали там, ну, импортные компании, да, они, наоборот, расширяют производство. В связи с этим, конечно, очень большие, ну, наверное, страхи у многих, особенно даже с уходом европейских компаний, это риски безработицы. То есть вот сейчас с этим как-то ситуация стабилизируется, или пока, опять же, есть, скажем так, сырье на складах, и пока они все работают, но вот в ближайшее время могут быть риски такие? Конечно же, есть предприятия, у которых есть проблемы. Некоторые предприятия подают уже информацию в Центр занятости об этом, но на сегодняшний день пока еще ни одно предприятие не сократило рабочую неделю. Слышу такую фразу о том, что работа есть всегда. Какие-то ресурсы, может быть, даже на нашем окружном уровне есть, может быть, где-то поискать работу людям. Выкидываются, может быть, какое-то проводится мероприятие, чтобы все там скидывали. Есть и правительством разработана и внедрена своевременно, я считаю, данный ресурс. Это работа РУМ. С 1 марта у нас в обязательном порядке все организации обязаны направлять информацию о вакансиях именно на этот ресурс. И любой, в общем-то, человек может войти, зайти на этот ресурс и посмотреть, какие вакансии есть. Точно так же и организации, у которых есть, например, потребность, может воспользоваться этим ресурсом. Профессии, да? То есть работа есть. И у нас она есть. Работа есть. Работа была всегда. Все зависит от человека, что он хочет. Что касается муниципального бюджета, именно муниципальных программ, они сейчас куда-то передвинуты или они сейчас идут тоже в том графике, в котором и планировалось, чтобы они осуществлялись? Все программы, что и государственные, так и наши муниципальные, на сегодняшний момент в полном объеме реализуются. Тем более начатые мероприятия, они в полном объеме реализуются. Как сказал президент, как поставил задачу губернатор, все национальные проекты, соответственно, государственные, софинансирование федеральных бюджетов, они должны быть профинансированы в полном объеме. Они таким образом и сейчас реализуются. На сегодняшний день, вот именно на сегодняшний, пока ситуация стабильная, но, конечно, мы рассматриваем прогноз и с учетом ухудшения данной ситуации. Не скажу, что это прям приведет к какому-то резкому сокращению и бюджета, и расходов наших. В первую очередь, это пойдет процесс приоритизации. То есть мы будем определять, какие мероприятия у нас более приоритетные и будут в первоочередном порядке финансироваться в этом году. Какие мы сможем отодвинуть либо на конец года, либо перераспределить их на следующий год. Но при этом все равно безусловным приоритетом у нас остается это социальное обязательство муниципального образования. Но в основном это расходы, которые носят не первоочередной характер. Есть пример какой-то? Пример. Все не первоочередные расходы, что к ним относятся. Это, конечно же, канцелярские расходы, это приобретение какого-то оборудования, если это оборудование не входит в национальные проекты, соответственно, государственные программы. То, что было бы обновлением. Да, то, что было бы обновлением и не является сейчас настолько необходимым, что вы не доположите. На сегодняшний день у нас вышло постановление администрации. Создана рабочая группа, и каждая закупка у нас проходит через эту рабочую группу. Целью проведения является определение эффективности этой закупки, целесообразности ее и необходимости, конечно. В процентном соотношении есть такая вот, было там 100% заявлено. Насколько подсократилась уже эта программа? Или это сложно сейчас сказать? Честно сказать, в процентах не считала. Считали в объемах. В объемах, в деньгах. Придержали, скажем, лимиты пока на 245 миллионов. А было выделено изначально? Это общая сумма, то есть из общего объема бюджета, если говорить по муниципальным деньгам без регионального бюджета, это из 5 миллиардов. А, ну то есть это не такой большой объем. Не такой большой. В процентном соотношении, если к доходным источникам брать, естественно, мы же от доходов считаем, это в пределах 5%. Руслан Валентинович в своем отчете говорил о том, что очень большая муниципальная программа по текущему ремонту, где-то капитальному ремонту детских садов и школ. С этой программой. Потому что родители, естественно, очень переживают за это. Где-то что-то даже подлатать просто на это. Да, совершенно верно. Мы не первый год уже включаем в свой бюджет так называемые приоритеты, которые идут именно на небольшое развитие наших учреждений, потому что учреждения на самом деле морально устарели. Морально, да, устарели и требуют ремонтов. И уже не первый год мы это в своем бюджете рассматриваем. Вот зима показала нам самые такие больные места. Да, у нас многие учреждения, так же, как и многие жилые дома, потекли крыши. И это первое, на что необходимо обратить внимание. И это является как раз первоочередным. Отодвинулись такие мероприятия, как закупка какого-то оборудования, замена окон. Для чего этот процесс приоритизации был проведен нами, проанализирован. И мы проводили такие рабочие встречи, совещания с каждым заместителем главы по направлению деятельности. Именно для того, чтобы определить, какое мероприятие является приоритетным именно на сегодня, а что можно будет немножечко, так сказать, отодвинуть. Но все-таки была большая программа в этом году по замене оконных блоков в детских садах даже. Они совсем нигде не будут делать или тоже по приоритетам? Есть у нас, кроме как тех приоритетов, которые мы как муниципалитет за счет своих собственных средств включали, есть еще некая программа, которая тоже у нас не первый год, это инициативное бюджетирование. На данном этапе сейчас уже подсчитаны голоса, у нас прошло голосование по всем проектам, у нас их 21 в муниципальном образовании. И голоса подсчитаны, проекты у нас прошли. В части этого инициативного бюджетирования у нас тоже есть проекты по замене окон, оконных блоков. Там, где это было нашими деньгами предусмотрено, они, я не скажу, что они не будут заменены, они будут заменены, но либо к концу года, либо на следующий год. То есть мы их совсем из своих приоритетов не исключаем. Всем приоритетам, которые говорили, это они все будут, условно говоря, если они в этом году сдвинутся, то есть они станут приоритетами первоочередного. Первоочередного, да. То есть они, естественно, сдвигаются в том же порядке, в котором они сейчас стоят. Какая работа проводится для того, чтобы увеличение налоговой базы было? Ну, это, соответственно, и доходов, чтобы все программы в конечном счете были реализованы. То есть ведется работа напрямую с предпринимателями, с самозанятыми, может быть, даже? Работа у нас и не заканчивалась. Может быть, она усилена. У нас работает комиссия по мобилизации доходов, она не прекращает свою работу. В рамках этой комиссии точно так же ведется работа по привлечению новых налоговых резидентов. В этом году у нас уже привлечено 4 организации, как новые налоговые резиденты, с налоговым потенциалом свыше 17 миллионов рублей. Точно так же проводится работа и по легализации земельных участков и имущества. То есть работа не прекращается. И, конечно же, в нынешних условиях она проводится в активном порядке. А вот с региональными программами здесь посложнее это? Или пока тоже все стабильно? Региональные программы, как уже сказала, все начатые проекты, они реализуются. На сегодняшний день у нас официального документа на какое-то снижение или же обрезание, скажем, русским языком программ у нас нет. Конечно же, область точно так же рассматривает все варианты развития ситуации, в том числе бюджета. мероприятия точно так же подвергаются приоритизации. Но, как уже сказала, все национальные проекты, государственные программы, которые именно где реализация уже начата, они сохраняются в полном объеме. В связи с той же экономической ситуацией, как-то подорожание стройматериалов, подорожание оборудования сказывается тоже сейчас? Или какая-то выжидательная позиция сейчас со стороны тоже муниципалитета, где, ну, то есть вот сейчас сбалансируется, все все успокоятся, спекуляции закончатся, и тогда уже в планомерном режиме все работает? Ну, наверное, к нашему счастью, у нас самые такие большие основные проекты, они уже были включены в процесс реализации, то есть подписаны уже контракты, и в процессе реализации уже находятся. Наверное, основные проблемы – это пристройка к муниципальному лицею, где оборудование должно быть, капитальные ремонты школ, которые вошли, это, наверное, самые серьезные объекты. Ну, самые крупные, да, объекты, но, насколько мы знаем, что капитальные ремонты школ уже начаты, демонтажные работы проводятся, здесь проблем не видно. По пристройке по лицею как раз проходит сейчас вот повторная госэкспертиза, и правительство Московской области сделаны все шаги для того, чтобы эта госэкспертиза проходила сейчас в таком ускоренном режиме. А что касается программ переселения и вот выдачи там сертификатов, то есть это то, что в этом году такое массово приобрело характер, и то есть эти программы вот смогут ли в нынешних ситуациях жители продолжать улучшать свои условия жилищные? Данные программы реализуются в полном объеме, как они в этом году предусмотрены. Не подвержены они у нас какому-то изменению, так что все, что предусмотрено, тем более это софинансирование из областного бюджета, такая государственная программа, они идут. И земельные участки будут предоставляться и врачам, и многодетным? Да, да, точно так же, да. А дети-сироты в этом году? При доставлении жилых помещений детям-сиротам точно так же, это государственная программа, это софинансирование из области, они тоже реализуются. То есть все дети-сироты, выпускники детских домов в этом году? Да, все предусмотренные в этом году списки по списку, они будут обеспечены. В Госдуме рассматривали такой законопроект, ну скажем так, о спекуляции. Да, вот сейчас наблюдается в нашем округе, что есть какая-то спекуляция со стороны предпринимателей о том, что вот они прикрываются этой экономической ситуацией, где-то там дорожают услуги, какие-то цены растут на продукты, то есть это искусственно. Не могу, наверное, ответить точно на вопрос, спекуляции или нет. Да, удорожание оно видно, это любому жителю видно. Причем, если говорить о ценах на продукты питания, то администрации проводится мониторинг цен. Но при этом социально значимые продукты государства стараются регулировать эти цены. И как вот видно из этого мониторинга, что вот тот же сахарный песок, да, мы понимаем, что по сути он завозится ежедневно, в магазинах, на прилавках он по утрам всегда есть, но буквально там через час-полтора, там, ну, к обеду его уже нет. То есть что это, о чем это говорит? Это говорит об ажиотаже. И на самом деле, с учетом именно того, что в ежедневном режиме он привозится, ажиотаж этот искусственный. То есть население со страху, с привычки или с менталитетом нашего, да, набирает его впрок, уж не знаю, в какой прок, но почему-то скупает все с прилавков. И экономика такова. Спрос рождает предложение. Отсюда, наверное, идет и все остальное. Но в данном случае, наверное, еще раз хочу сказать, что этот ажиотаж, он совершенно не нужен. Чем быстрее мы сами успокоимся, тем быстрее наладится и ситуация в торговых точках, да. Поэтому, дорогие жители, не надо набирать все впрок, все есть и всем все хватит. Ну, такой интересный вопрос. Это повышение заработной платы в бюджетной сфере, да, которую анонсировал президент. То есть она будет или это уже произошло с этого года, вот с января? То есть вот тут вот разобраться. Ну, президент анонсировал это буквально вот месяц назад, да, чуть меньше. Но он сказал о чем? То есть он попросил правительства Российской Федерации сделать соответствующие расчеты для реализации его, как бы, вот этого такого проекта. На сегодняшний день пока до муниципальных образований информация не доведена. Я так думаю, что как расчеты все будут сделаны, соответственно, все будет взвешено и соответствующие нормативные документы будут доведены. Да, мы тоже ждем, мы ждем, в каком объеме это будет, как это будет реализовываться. Ну, на сегодняшний день пока информации нет. А вот анонсируемые, даже не анонсируемые, а начатые выплаты губернаторские, так скажем, это младшим воспитателям, воспитателям детским садом и учителям, они сохраняются? То есть никаких не было по ним сдвигов? В обязательном порядке они подлежат сохранению. У нас 1 января предусмотрены эти выплаты. Вернемся к экономическим таким вопросам, и даже, наверное, практическим от вас лично. Вот сейчас Центробанк поднял ставку рефинансирования. Это, наверное, плохо для тех, кто кредиты берет, но очень хорошо для тех, у кого вклады есть. Как это сейчас будет отражаться, если они понизят, может быть, опять повысят? То есть как людям ориентироваться, и могут ли понизить вклад, могут ли отнять эти деньги? Потому что все помнят эти страшилки из 90-х. То есть вот есть ли какие-то риски, что люди сейчас действительно потеряют доходы? Ну, что касается опасений по действующим кредитам и ипотеке в том числе, Да, много таких вопросов от жителей. Сразу хочу заверить, что все действующие кредиты остаются в тех условиях, в которых они есть. То есть что у вас прописано в договорах, именно эти условия, они остаются. Никаких изменений по ним не будет, они фиксированы. Что касается взятия кредита в данной ситуации сейчас, Но здесь, наверное, решает сам человек, и это зависит, наверное, от обстоятельств, в которых он сейчас в данную минуту находится. Будет ли повышение или понижение, но здесь сложно сказать, я не Центробанк. Все зависит, наверное, от того, как будет развиваться ситуация геополитическая в том числе. Как мне кажется, это мое, опять, субъективное мнение, что ставка повышаться уже не будет. Сейчас, через какое-то время, она начнет стабилизировать. Ставки по вкладам. Когда такие приятные бонусы прилетают, сразу вспоминаешь о сыре в мышелок. Да нет, сейчас не те времена, когда нужно деньги копить в стеклянной банке. Эта мера принята, естественно, как мера поддержки населению, потому что именно боясь и уже пройдя через опыт тех лет, народ моментально пошел снимать деньги. Тем более, что большие вбросы информационного характера были во всех сетях. Мы теперь понимаем, откуда они шли и для чего. Именно, чтобы обвалить нашу банковскую систему. Никакие вклады замораживаться не будут. Банковская система, и Центробанк об этом говорил не раз, налажена, несмотря на все санкции, которые банки, даже банки, которые попали под санкции, у них в этом отношении все стабильно. И, как мы видим, они даже вклады эти повысили именно для того, чтобы удержать вклады населения и, соответственно, помочь людям при той инфляции, которая у нас сейчас есть, как бы приумножить эти сбережения. Есть накопительные счета, есть вклады, здесь тоже есть небольшая разница. Вот объясните разницу между накопительным счетом и вкладом, вот чтобы люди понимали. Ну, когда мы открываем вклад, мы заключаем договор с фиксированной ставкой. И данный договор на время своего действия не подвержен изменению этой ставки. То есть, если вы заключили договор со ставкой, например, 21% по вкладу годовых, то независимо от того, как будет себя вести ключевая ставка, этот договор и процент не изменится. А накопительный счет может... Накопительный счет подвержен изменению ключевой ставки. И в данном случае здесь вот эта ставка, она может меняться в одностороннем порядке. То есть, банк без предупреждения может эту ставку как увеличить, так и уменьшить. Автоматически это произойдет. Страх-то какой? Даже, наверное, не то, что проценты сгорят. Люди, опять же, с этих фейков думали, что их собственные деньги заберут банки. Нет, я же сказала сразу, что никакой заморозки накоплений и их изъятия не будет и не планируется. И банки это подтверждают, Центробанк это тоже гарантирует. Если сейчас у бизнеса тоже какие-то проблемы, то есть, куда они инвестируют? То есть, вот что подкрепляет действительно банки? То есть, ну, как бы деньги это же бумаги, да, просто... Доллары это бумаги, да, как мы все понимаем. Наш рубль, он подкреплен золотовалютным ресурсом, поэтому наш рубль никогда не превратится просто в бумажку. Вернулась ли эта тенденция, что люди понесли обратно деньги? Как только прошло вот это увеличение по вкладам, люди понесли все обратно. И банки работали в усиленном режиме, это по 10 часов. На сегодняшний день ситуация немножечко успокоилась, стабилизировалась. Люди все, что можно, уже принесли обратно и даже в большем объеме. Вот, сейчас идет немножечко другая тенденция. Сейчас идет тенденция на, так сказать, обезличенные вклады в обезличенные металлические счета. Что это? Слышали, что это такое? Это какая-то, может быть, даже лучшая альтернатива вклады в валюту. Есть тоже, причем в онлайн можно зайти и посмотреть. Это золото покупать? Да, конечно, это покупать золото, это покупать серебро. И, в принципе, в топе как раз идет золото на первом месте, серебро идет на втором. Но точно так же покупается платина и покупается паладий. Да, даже такое. И хорошая альтернатива как раз идет вот этим вот валютным счетам. Если ты покупаешь слитки, можно слитками купить, то раньше этот, как доход облакался, как покупка облакалась НДСом 20%. А сейчас она не облагается 20%. Анонсировала налоговая инспекция в этом году о том, что будут облагаться и вклады. Да, там какая-то доходная часть. Да. Сейчас. Ну, сверху миллиона. Этот налог приостановлен. Налоговый вычет. Он, ну, многие пользуются, особенно на лечении, если все это сохраняются, эти обязательства, или пока заморожено. По налоговому кодексу налоговый вычет действует и не изменен сейчас, и также продолжает действовать в этом году. Светлана Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Я надеюсь о том, что все приоритетные задачи будут выполнены все-таки в этом году, чтобы в следующем году ставили новые приоритеты. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что в гостях у нас был заместитель главы Орехово-Зуевского округа Светлана Михайловна Кузнецова. До свидания.